Охота за сокровищами. Я Михална и я вам расскажу об этом. Наверное, вы все понимаете смысл этой игры, своеобразный прародитель современных квеструмов, только с соревновательным эффектом. В этом году наш университет решил провести такую игру для иностранных студентов и попросили нас с парнем помочь в организации. Ну, почему бы и нет? Организацией подобных мероприятий я никогда не занималась, но планировать я люблю, ну и почему бы не попробовать? Все-таки это интересно. Было решено приурочить это ко Дню природы, и поэтому саму игру мы проводили в ближайшем парке и лесопарковой зоне. Снич. Наглый. Ну и, конечно же, из-за пандемии мы не могли привлечь большое количество людей, и поэтому у нас было всего две команды по пять человек, ну и такая своеобразная тренировочка для нас, как для организаторов, ну и в принципе посмотреть, попробовать такой небольшой разбег, понравится ли участникам, может быть, нам и не стоит подобным заниматься. Первым делом мы с парнем составили план этого мероприятия, придумали конечные цели, какие-то задания, сами карты нарисовали, придумали рифмующиеся стишки. Ну и, конечно же, поехали на место действия, в парк, для того, чтобы распределить подсказки, подумать, как это можно красивенько разместить, и так, чтобы и какие-то прохожие обычные не смогли найти или сорвать эти подсказки. Также и для участников это должно было быть достаточно легко заметить, но не совсем легко, чтобы им тоже было интересно. В общем, все эти моменты нужно было продумать, проработать, распланировать. После чего мы составили уже конечный план со всеми заготовками, сделали отдельные конверты, куда сложили подсказки, а также после каждого выполненного задания они получали маленькую букву, которая в конечном итоге составила слово в названии башни, куда они должны были прийти в конечном итоге. В общем, сами подсказки мы решили разместить в заброшенном доме недалеко от нашего общежития. Кстати, видео об этом доме есть у меня на канале, поэтому переходите по ссылочке. После чего команды должны были на автобусе доехать до парка. Кто быстрее это сделает, тот, конечно же, молодец и впервые получает следующие подсказки. Подсказки сами были размещены на дереве. Да, мы спрятали просто в дупло дерево. Также мы очень хотели разместить подсказку на самой высокой точке парка, поскольку все-таки это как-то придаст какой-то интересный элемент, и такой более спортивный, то есть людям придется поднапрячься, чтобы дойти до вершины. Также и они смогут увидеть прекрасный вид на горные пейзажи, если это можно, конечно, назвать горами, но... Да, к сожалению, это место было закрыто. Из-за пандемии башня не работала, поэтому мы просто разместили подсказки у подножья башни. А также были конверты, размещенные на автоматах выдачи еды для милейших уточек, которые обитают там в парке. Кроме этих конвертов также были задания от меня и моего парня, то есть там было задание станцевать, или нужно было найти статуи животных в этом парке, деревянные статуи, и сделать с ними селфи всей командой. Когда же участники собрали это последнее слово и отправились на ту самую башню, они должны были пройти лесом, то есть там буквально спуск, там 30-40 минут ходьбы от этого парка через лес, через горную тропинку к башне, которая тоже достаточно находится в таком живописном месте. Мне очень нравится находиться там на закате, поскольку солнце создает такие интересные цвета, опять же вид. В общем, если вы будете в той местности, недалеко от День Дёши, то советую вам посетить эту башню. И идея была в том, что та команда, которая приходит первая к финишу, она и выигрывает, но команды пришли одновременно, поэтому им были загаданы дополнительные загадки, то есть там 10 загадок, и кто наберет большее количество баллов, тот и выигрывает. В итоге команда получила призы от нашего университета, но и были сладкие, утешительные призы. В общем, все прошло достаточно неплохо, мне понравилось принимать участие в организации подобного мероприятия, и я бы с удовольствием сделала что-нибудь подобное. Может быть, в следующем семестре были предложения сделать что-то подобное в черте города, или же, может быть, на Хэллоуин что-нибудь какое-криповенькое в тех самых заброшенных домах. Ну, конечно же, там не только заброшенные дома, а там есть еще и разные другие места, куда обычно студенты не ходят, но мы каким-то образом раскопали их. Так что вопрос только за университетом, будут ли они что-то подобное организовывать, или же нет. Ну и все, спасибо за просмотр. Я понимаю, что последнее время видео такие достаточно расслабленного характера, но просто потому что в данный момент проходит процедура, у вас скайп-интервью у тех, кто поступает, также вы дополняете свои анкеты. В общем, по сути, ничего не поменялось, то есть все видео, которые у меня на канале, они актуальны. Если там есть видео про скайп-интервью, в принципе, ничего не изменилось, оно происходит по тому же принципу, поэтому обновлять эту информацию я не вижу смысла. Если же у вас есть какие-то вопросы, которые я ранее не освещала в своих видео, то, пожалуйста, пишите их в комментариях, чтобы я знала, что вас волнует, что вам интересно, о чем мне рассказать. Ну и, в принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и оставляйте комментарии. Всем спасибо за просмотр. Пока!